Всем привет, с вами Ульки. Ну вот и подходит к концу сюжет 8 главы, но не переживаем, у нас еще есть несколько дополнительных квестов. Собственно, возвращаемся на вторую локацию. Мы добыли хреновую тучу улик, возвращаемся, предоставляем это суду и освобождаем нашу маленькую, типа, ледяную ведьму. И наебаем тех, кто пропиздился в суде. Ну и, собственно, узнаем, кто же был виновен. Какого? Тело генерала пропало. Его кто-то украл. Это делает призрак. Это... Это подождет, потому что... Ах ты, сука, ладно, не подождет. Ах, ты искатель приключений, который помог Коко собрать улики. Извиняюсь за дядяшку моего представителя. Я принц с них веков. Судебный процесс скоро начнется. Пройдем в зал сюда. Пойдем. Сюда, быстрее. Не хочу быстрее, хочу медленнее. Второй порядок в суде. Суд вернулся к рассмотрению дела об убийстве генерала Гаста. Защита. Обвинение. Вы готовы? Защита готова. Хм-хм-хм. Всегда и везде. Хорошо. Тогда мистер Оливер, пожалуйста, доложите нам об инциденте. Жаль, это генерал Гаст, героя нашего королевства. Он был пронзен копьем из красного льда. Ответчик мака из восточной деревни инуитов. Обвинение хотел бы вызвать свидетеля, который видел момент убийства. Снова, опять. Я медового свидетеля, я собираюсь в расходеяний этого злого инуита. Все до одного. Если то, что я узнала, правда, свидетель лжет. Это значит, в ее истории должны быть противоречия. Нам нужно найти противоречия и разоблачить их. Да-да-да, именно так. Свидетельство. Момент убийства. Это было в три утра, когда генерала убила ведьма. Пиздеж. Она настигла патрулирующей генерала со спины. И пронзила его прямо здесь. Ох, ей, кстати, копье дорисовали. Вопрос, куда делось второе копье тогда? И генерал собрал своими последние силы и дал отпор ведьме. Бла-бла-бла. У-у-у, какое четкое свидетельство. Я просто почина и счастлива убрать злых иннуитов из нашего любимого сообщества. Общества. Это звучало четко. Но все же эта история была подозрительной насчет одной вещи. Время убийства. Так точно. И улика, которая может противоречить ей, это... Где часы? Вот. Что? Свидетель уверен, что убийство произошло в три утра, но... Получай. Уъебальник, сука. Это... Что это такое? Часы генерала были найдены на месте преступления. Они сломались в девять вечера. Какого хера? Это... Это не имеет значения. Часы генерала, наверное, сломались во время его схватки с преступником. Часы показывают на девять вечера. Противоречит показаниям свидетеля о том, что генерал был убит в три часа ночи. Просто догадка. Ты что, охуела? Как вы можете быть уверены, что часы сломались во время схватки? Может, они сломались до того? Но есть вероятность, что во время... Нет такой вероятности, нет. Потому что невозможно, чтобы генерал был убит в девять вечера. Мой принц, если позволите. Продолжай. Причина, по которой время смерти не может быть в девять вечера. Давайте выслушаем свидетеля. Свидетельство, почему не может быть в девять вечера. Мы все знаем, что солдаты-снеговики на патруле до полуночи. Если добрый генерал был убит в девять вечера, тогда патрульные бы нашли тело. Это верно, блядь. Я не видел тела во время патрулирования. Да потому что тебя там и не было. Ху-ху-ху, отличная работа, свидетель. Защита, у вас есть что добавить? Она хороша. Дайте подумать. Если генерал был убит там, почему он не был обнаружен солдатами? Тело было спрятано. Точно. Это логично. Доказательство того, что виновник спрятал тело. Разве нас этого нет? Конечно, есть. Снежная насыпь. Причина, по которой тело генерала не было найдено, она относится к необычному предмету, найденному на месте преступления. Необычному? Предмету? На месте происшествия возле тела находился сугроб. Как будто она что-то прикрывала. Как будто он что-то прикрывал. Не смей произносить это. Так точно. Тело генерала всегда было там. Оно просто было спрятано под кучей снега. Подумайте об этом. Я заметил странную снежную насыпь на пути к патрулированию. В снегах нет ничего странного, в снежных кучах. Вы все говорите, что в каждой куче снега в горах спрятано тело? Что за улика указывает на то, что это была не просто куча снега? М? Вспомните. У нас есть улика, доказывающая, что это далеко не обычный снег. Свидетельство о патрульных солдатах. У нас есть показания патрульного солдата. То, что снежная насыпь переместилась на следующее утро. Ты что, блядь, творишь, дура? Это правда? Ммм. Снежная куча была в центре парка, но... Она переместилась немного в сторону утром. В центр парка. Где было найдено тело генерала? Вы что, охуели все? Все аномалии по делу. Они все объяснили. Генерал был убит в девять вечера. Так точно, свидетель? Ха. Свидетель? Скажите что-нибудь. Это правда? Свидетель? Черт. Ты чертова животная. Ну все, пиздец, короче, вообще, блядь. Ебанулась эта девочка. Слушайте, она такая-ничего такая. Вот косички я раскрыли, и она такая. Прям. Опять с плюсом. Что это такое? Свидетель? Она показала себя настоящую. Я пыталась писаться в ваши ряды необразованных сугробов. Но, кажется, пришло время выложить все мои карты. Прокурор. Ах, да-да-да, госпожа. Я бы хотел и добавить показания. О том, почему липет этого животного бесполезен. Ммм? Ладно, я ошиблась со временем. Генерал был убит в девять вечера. Его тело было спрятано под снегом. И что? Это маленькое животное убийца. Может, время убийства и другое. Но это не меняет того, что она убийца. Очевидно, что кто-то спрятал тело генерала. Может, кто-то хотел похоронить его, как полагается. Что угодно, но это суд. Это не то. Не о том, кто спрятал генерала под снег. Это о том, кто убил его. Погодите. Мы были неправы насчет времени убийства. Нет оснований подозревать, что обвиняем его на полна. Их нет, мой дорогой принц. Почему подсудимая пошла в парк посреди ночи, когда его охраняют снеговики? Правда, это ненормально. Если только она не пошла за генералом. Защита, можете объяснить? Крайне подозрительные действия этой девочки. Да, можем хулить. Что? Это будет наша финальная речь. Ты же знаешь, что делать, да? Письмо Мако. На, сука, тебе еще, блядь. Защита. Что за письмо? Его внезапно доставили вчера ночью. Подсудимый Мако. Подсудимый, что на нем написано? Письмо отправлено от имени матери подсудимой, но наша подсудимая что-то там. В нем просят подсудимую быть в 3 часа ночи. В центральном парке. Какого хуя, блядь. Подсудимый отправился в парк не для того, чтобы убить генерала. Скорее, ее заманили этим поддельным письмом. Обвинение, если письмо верно. Свидетельские показания не имеют смысла. Уф, мужик. Признайте, Мако не виноват. Вы лжали обо всем этом. Хм. Хм, ха-ха-ха. И это ваша большая финальная речь. Что? Есть ли доказательства, что письмо не подделка? Без доказательств, что кто-то доставил его девочке. Это всего лишь бессмысленный клачок бумаги. Ремонтник доставил письмо. И где же ремонтник? Защита. Вы можете вызвать свидетеля? Нет, не можем. Нет свидетеля. Ху-ху-ху-ху-ху. На мгновение мне показалось, что все кончено. А куда защита не может доказать подлинность письма? Их аргументы не принимаются. Хе-хе-хе-хе. Я выиграла, я выиграла. Я выиграла против мерзких инуитов. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. За хуй ты выиграла, блядь. Этот смех. Протестую. В натуре, блядь, всех заебали. Я узнаю этот смех. Прошлой ночью посетили в капюшоне, который дал папе ту работу. Постой. Кто этот крысеныш? Жена пропала. У кошелька интрижка. Мы найдем их все. Ремонтники... Ремонтники горышеви... Штан, нахуй, короче, эту гору. Я знаю этот жуткий смех. Сколько хуй выговоришь, нахуй? Будь уверен, что письмо достигнет адресата. Я щедро заплачу тебе. Без сомнений. Но госпожа, почему в такое время? Не твое дело. Просто расценивай это дело как мечтать справедливости. Для нас не веков. Хе-хе-хе-хе-хе. Ты ужасная пискня. Маленький мистер, вы будете свидетельствовать? Я помню. Эта леди сказала папе доставить то письмо. Охуеть, это то письмо. Именно то письмо. Это оно. Я узнаю этот необычный конверт. Свидетель, что происходит? Это... Это нет, нет. Все теперь ясно. Медоу, вы убили генерала в 9 вечера. Спрятав тело в снег. Вы отправили обманку, чтобы заманить Маку. И вы атаковали Мака, когда она пришла. И сфабриковали место преступления. Нет, нет, нет. Все, что я сделала, было. Вы хотели разжечь ненависть к нам, инуитам. Эм, вы грязные инуиты. И вы нашли самого невинного ребенка, Мака, и выдали за убийцу. Признайте. Самое мерзкое существо здесь... Стоп. Вы, кто придумал убийство ради ненависти? Ааа, хватит. Я же сказал, что, блядь, они делают это только ради этой войны. Я был прав? Я был прав. Ну что, у девки мозг спекся. Мы нашли правду. Есть ли у обвинения какие-либо возражения? Эм, нет, сэр. Это вот решение. Суд признает подсудимую Мако. Невиновный. Какой и добрый рыцарь. Спасибо большое. Я рада за тебя, Мако. Ввинение должно привести расследование в отношении преступника Медоу. Походите. Пожалуйста, выслушайте меня. У вас есть что-то нам сол... Что еще может солгать? Я подстроил место преступления, чтобы подставить эту девчонку. Но не я убивала генерала. Я просто нашла мертвое тело генерала и использовала его. Продолжайте лгать. После всего. Я не лгал. У меня есть доказательства. Я велел ремонтнику уничтожить велику, забытую настоящим преступником. Но ремонтника здесь нет. И вы единственная, кто поговорил им уничтожить велику. Но нет, я не... Твоя работа закончена. Больше не надо. На, сука, поебал. Это она, она. Это? Это подвеска. Это караевская подвеска. Погодите. Эта подвеска может принадлежать только самому принцу. Мой принц, пожалуйста, объяснитесь. Ну, я потерял подвеску пару дней назад. Думаете, мы на этом купимся? Лжец. Все успокоятся, я правда. Мой принц, я сожалею о сказанном. Но мы вынуждены проводить все для досмотра. Вы чё, охуели, блядь? Оставьте его, он не убийца. Коко? Отойди от подозреваемого. Арестовать их обоих. О, это? Красный лёд. Ледяная ведьма. А, настоящая ведьма. Кто-нибудь, сожгите эту ведьму. Коко, коко ведьма? Нет, вы не представляете. Отойди. Чё-то пизданулось на них. А, понятно. Ну, ёбаный в рот. Опять испачкалась. Ты? Ты? Генерал Гаст. Мне жаль, дорогие сниклики. Я упал после атаки хитрой ледяной ведьмы. Но мне удалось выжить. Тем не менее, чтобы определить шпиона ведьмы, у меня не было другого выбора, как притвориться мёртвым. Я обнаружил, что шпионом оказался сам принц. Трагично, но даже короли равны перед законом. Принц получит по заслугам. В его отсутствии я, Гаст, стремлюсь заполнить тем не менее мою неадекватность. Будете ли вы доверять мне и следовать моим указаниям? Генерал. Генерал Гаст. Генерал, генерал, генерал. Ваша сердечная поддержка. Я не подведу никого из моих людей. И инуиты, и сынное племя ведьм. Будут наложены соответствующиеся санкции и надзор. Возражения? Ёб. Хорошо. Тогда этот суд откладывается. Блядь, ты инуит это чем это? Провинились. Ёбаный ты, блядь. Синемордая скотина. Ладно. Давай, девочка, с тобой поговорим. Спасибо за очистку моего имени, добрый рыцарь. Но Кока была настоящей убийцей? Не думаю, что это правда. Так же, как Кока, и ты веришь мне? Я верю ей. Да, мне плохо вообще. Я занимаю место в принципе. Бла-бла-бла-бла-бла. Странно, за эту стену ничего нету, хотя это довольно удачное место для того, чтобы что-то спрятать. Ну что, гнида? Все мои попытки. Что, все твои попытки исчерпаны? Да, все. Не смотри на меня так. Я сделал то, что должен был. Как я мог знать, что она даст должное показание? Сука, ты, блядь, адвокат. Ты мудак просто. Ты свидетель дела. Я снеговик генерал Гаст. Спасибо, что помогли нам рассказать правду. Которая, кстати, и правда позорная. Что у нас снежный принц был околдован ледяной ведьмой. Но мы должны продолжать нашу жизнь. Отныне я буду вести гору шеверенных в светлое будущее. Ну, береги себя и прощай. Ну, если я не хочу уходить, я, может, вашу гору хочу захватить и править на ней. Что ты будешь делать, а? Хер, зачем мне сделать, понял, да? Ладно, хрен с тобой. У меня особо не надо тебя. Мне так слишком долго все это было. Так, забираем снежинки и уходим. Что это? А, это там судебная хуйня была? Прикольно, забавно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...